Глава вторая. Жёлтый песок. Тихие сумерки. Радость и смех наполняли всегда жёлтого ветра хребет. Но смрадные крысы нагрянули вдруг, и вмиг он утратил свой свет. Свержен царь. Позабыты законы. Зла наступает рассвет. Укун к Бодхиставе с мольбою пошёл, и избавил он Крайсии от бед. Но вскоре случилась другая беда. Зверь мерзкий вернулся и стал убивать. Погиб смелый герой, но как это было, не знает никто. Ого, мне знатно досталось. Погодите, это пел чувак без головы? Я догадываюсь, зачем ты сюда пожаловал, дружок. Знаешь, меня сейчас волнует больше, где твой рот, как ты разговариваешь со мной. Что скоро, то не спора. Давай помогу. За это спасибо. Приедь, будь осторожнее. Смотри, чтоб тебе снова дырок не понаделали. Е-е-е. Китайский рок пошёл. Крысы живут без царя в голове, Где кровью земля разодета. Прямой путь заберёт жизнь твою. Обходной совсем рядом где-то. Прикольный чувак, и это был монах. Ну а мы начинаем наше путешествие по второй главе. Первым же делом истребляем всех лучников на горе. Поднимаясь вверх по этой же горе, мы находим новую чашку для питья. Агнецева настойка. 20% восполняет сразу и 25% постепенно. Ну и как же начинать вторую главу со старой одёжкой? Шьём себе новый шёлково-золотой халат. Увидел здоровую крысу, хотел её оглушить. Но она предложила сделку. Ты очень кстати. Один из моих рецептов съела нахальная лягуха. Выручи меня. Я божество в долгу не останусь. Лягуха оказалась рядом и очень большой. Заряжаю палку, чтобы выбить рецепт. Но как обычно это бывает, меня лягают. И начинается мяшиво. Эта амфибия не просто знает кунг-фу. У неё во рту электричество. И если она захочет, этот ток она может высвободить. Лан Ли Губао. Так зовут лягуху повелителя молний. Не удержав своё любопытство, я полез в рот, чтобы выяснить, откуда же берётся ток. И знатно пожалел об этом. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Под конец битвы я расслабил свои обезьянные булочки и был уверен, что ушатаю эту жабу. Но если бы не моя новая чашка с вином, я бы был сожжен. В этот момент я успеваю выпить сок и моментально оказываюсь в глотке этой лягухи. Понимая, что оборот принял сторону не в мою пользу, я принимаю решение перевоплотиться в волка. Лягуха отправляется в Ля Франсе для жарёху, а мы получаем рецепт и головастиков. Держи свой рецепт. Как замечательно! Сейчас я тебе толчоночку забахаю. Человек покорен земле. Земля небу. Небо дау. А дау природе. Дарую тебе эти целебные пилюли. С этого дня ты можешь сам создавать их у алтарей. Я должен как можно скорее добыть горнила. Прошу простить меня за спешку. Деревня. Песчаные врата. Хотел было зайти в деревню, как на меня обрушился дождь из огненных стрел. Но это полбеды. На меня бежала свирепая крыса с щитом. На самом деле она оказалась не такой свирепой. Поскольку у моей мартышки не было дальнобойного оружия, я принял решение бежать напролом. К сожалению, двери были закрыты. И нужно было искать обходной путь. Побежав вдоль забора, я нашел место, через которое можно пробраться внутрь. Получив доступ на крышу, моей целью оказалась крыса с арбалетом. Уж больно недостолучие. С другой стороны по мне тоже открывали огонь, но не так досаждали. И вот я внутри деревни. Напротив меня оказалось некое существо, наблюдавшее за мной. Я решил подойти поближе и выяснил, что это земляной волк. Не знаю, почему назвали это существо волком, но больше это похоже на нечисть с черепами. Раз это волк, почему бы волкам не подраться друг с другом? М bluetooth. Вohlocrантное копирует блять как правило значение, выяснила выбDamет. Ну не забывай. Shang-Fi-Fi-М Продолжение следует... Теперь душа этого волка будет принадлежать мне. На другой стороне деревни я нашел еще одни ворота, которые смог открыть. Я прекрасно тебя понимаю, сын! Мне ли не знать о твоих страданиях? Но пока наш господин не вернулся из долины, придется набраться терпения, иначе нам не выжить. Ребята недавно ходили к алтарю. Говорят, там еще сильнее стало вонять. И кости везде. Кости ни людей, ни скота. Там повсюду трупы наших родичей. Мохнатая тварь! Ну, ничего. Ничего. Скоро господин об этом узнает! Тихо, болван! Рано. Рано еще кричать о нашем возрождении. Если бы твой бедный брат не... Что это за запах? Свежее мясо само пришло в эту дыру. И как раз к обеду. Царь текучих песков и второй принц текучих песков. Вот я и добрался до царской крысиной семьи. Сынок, берегись! Мерзкая обезьяна! Ты не слышал об указе о почитании грузунов? Крысы стоят выше всех прочих созданий. Принц довольно крепкий крысеныш. Так что я сделал верное решение, что сперва разберусь с ним. А дохленький папаша останется на десерт. Даже не представляю, как из такого дохлого царя уродился такой крепкий наследник. Наверное, весь в мать. О, папа, не кидай в меня! Прервись твою медитацию, господин! Молю тебя! Ты помог нам справиться с жуком. Так помоги же ей одолеть грязную обезьяну! Папа, опять по голове! Папа, опять по голове! Папа, опять по голове! Отцы и дети, власть и народ Местами не менялись из года в год Но коль были крысы покорней овец Почему сгинул сын и убежал отец? Жизнь за жизнь, он за все заплатит Первый принц текучих песков Сын, твоего брата больше нет Помоги мне, искупи свои грехи Нет, ты сошел с ума Иди, поймай обезьяну Я твой отец Какие у этого короля крепыши Наверное, точно все в мать Драться с крысами надоело Буду исследовать пещеру, изучать ее паузу Вот, кстати, один из видов скелетов Расщелина Наверняка там что-то загадочное и тайное Летучий мышь? Не тебя я ожидал здесь увидеть Скорее всего, это мать или отец летучих мышей Поскольку он здесь один и как элитный Ну что, еще пару палок отведаешь? Вот и готово Сейчас мы выясним, кто ты такой Стремительная летучая мышь У нее даже имени нет Какой прекрасный женщин здесь растет В пустыне-то Храм крадущегося тигра Не-не-не, нам пока рановато туда Возвращаясь я к принцу первому Ну что, отца-убийца Я пришел тебя истреблять Крысина, это нечисть Учитывая, что перед боем Этот хышник Ничего нам не сказал Я полагаю Оно не умеет разговаривать Это только Кусок боевого мяса А таких бить одно удовольствие Они тупые Ты магию в школе изучал? Похоже, что нет Лягушка была даже поинтереснее Со своим электричеством Открою тебе мой маленький обезьян Да, походу не надо открывать Короче, секрет Чисто на физухе не вывезешь Выйди из тени, я тебя добью Вот и помер Первый принц текучих песков Из его бренного тела Мы достали золотой знак Архата Вот теперь можно и В храм заглянуть И выяснить, кто же в этом теремке живет Перед походом в гости Надо приодеться Покупая черно-золотые наручи Черно-золотые гамаши И теперь я готов к визиту К радущемуся тигру Вот это у тебя басик А это украфель ты краски добавил Наконец-то Почему ты так долго? Давай сюда жрату Иди дальше, крыс плодить Если ты еще хоть раз опоздаешь к царю Я лично твоего сынка зажарю И съем А это ты, старый неудачник? Ты откуда взялся, морда волосатая? Вообще-то моя мордочка выбрита А мне без разницы Я тебя с потрохами сожру Радушный прием Палка трикульбита, на тебе Это ж сколько ты крыс сожрал Чтобы весь этот бассейн Наполнить кровью А я думал, меч у тебя для красоты У тебя же когти есть У тебя что, каменная кожа есть? Я тоже такую хочу Ага, не вышло меня обхитрить Я в тумане, а ты в камне Как же ты мне задолбался Своей бра... О, да Прямо в мое выбритое место попал Снова свое холодное оружие достал А у меня вот только палка Ну что, киса С огоньком поиграем? О, да С огоньком поиграем волчок не зашел ни разу даже кису не поджег и все мимо последняя палка вот и все киса а ты меня с потрохами хотел сожрать не вышло шкуру на камень натянув обманул их полосатый пройдоха кровь разбивали они кулаки вызывая у тигра хохот чему нас учит выходка смутьяна ничего не боится каменная обезьяна о я камень твое тело идеально подходит для заклинания твердая скала твердая скала делает тело каменным и позволяет отражать атаки шикарно плюс одно умение в копилочку тигринная чуткость о нам эта штука кстати нужна была остается достать каменную кожу не твердую каменную и возвращаться к статуэтки опаньки тут такая же статуэтка каменная твердость не хватает манит величие но горизонт размыт завесую тайный путь к славе укрыт великий ветер самадхи по округе гуляет мощью своей небеса затмевает в бою с желтой крысой помогут жетоны их нужно забрать у ее приближенных одолеи врага не надо робить походу этот монах нам пропел какую-то секретку время теста нового заклинания твердая кожа и это крыса со щитом и скелетами мне поможет класс она в мою броню щит разбила кто ты воин я тебя раньше не видел и почему у тебя череп на башке зацени еще раз мою броню короче заклинание это с броню и просто сказка эй крыс идите сюда я вам сейчас камень покажу купились ничего себе ловки и быстрые мой волк позорный походу не справиться с вами да хоть одного бы поджечь минус один да еще и не простой а с душой а вот и я обезьяночка было три крысы не стало ни одной еще одной душу сейчас свистну посмотрим как их зовут императорские гвардейцы перевоплощаясь в гордейцам мы кружим вокруг врага нанося внезапные удары увеличивает прирост очков концентрации от идеальных уклонений где же мой сын как мне его найти слуга тигра боже мой у него были еще и слуги дед ты когда последний раз ногти на руках постригал сходи к маникюрщицы блин какая же это классная штука твердая кожа какой шустрый дед ой 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 один процент здоровья волк выходи это моя карма все дедуль отправляйся на пенсию я не должен был все мои умения были бесполезны зато твоя душа не бесполезна пригодится превращаясь в деда мы делаем рывок и рубим мечом этот дед дает критический урон камушки лежат наверное это босс ну да ну да кто ж меня тянул за язык каменный страж братишка у меня есть каменная кожа может не будем драться между собой мы так похожи друг на друга ну ладно сам напросился о да ты еще и с заклинаниями не простой камушек мне попался какой у тебя маленький каменный зад видать ты только вверх качал да ну ладно тебе не урчи погоди а у тебя есть рот ловкая крыса промахнулась хватит в меня своими детьми кидаться собою тоже не надо кидаться а вот и каменному ореху подобрались каменюга раскрой секрет откуда из тебя выходит рык о ну вот детишки опять полезли ну что позажигаем ну что позажигаем позажигать не вышло но хотя бы крыс не подвела аусь решающий момент кто же кого вот и сдох каменный страж я его всего лишь навсего своей деревянной палкой забил как бы абсурдно это не звучало и в награду ко всему прочему мы получаем каменную твердость башка статуи у которой светятся глаза какой ужас я это что-то меня преследуют дети каменного стража что ли они это что-то другое о кабуды мы всосали в свою руку но сейчас меня волнует вот этот клубень или глыба что это такое вообще ну я почти был прав это каменный кристалл ходячий бегемот а нет это кабан чашу подняв выше ненадежный ответ то перед ликом небес говорит смерти нет не справился я с заданием принеси ко мне что-нибудь что поможет протрезвить ну у меня много всяких трав выбирай а свежает это ты привел меня в чувства спасибо довольно болтовни у меня в животе орщит это чё типа намек прислуга у тебя поработать жрачки тебе что ли принеси прежде всего надо замарить червячка говорят в храме крадущегося тигра есть мясо стоит туда заглянуть сперва подкрепиться потом уж трудиться на голодный желудок ничего не добиться ну да там у тигра реально дофига мясо протухшего правда вернулся на поле боя где дрался с королем и принцем чтобы вставить в статуэтку два недостающих лица и посмотреть что же произойдет щелчок и и пирога и 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 Область открылась. Ступай осторожно. Не надо спешить, иначе голову тебе не сносить. Не спеши. Что ты там у себя в подмышках ищешь? Ты волосок вырвал? Святой волосок из подмышки? Ну да, у него уже головы нет, ему надо было... Ну хорошо, что хоть не с другого места. Пусть это будет лучше подмышки. Ай, ай, противный какой волосок. А тебе идёт. Хорошо, что я приберёг это для законного владельца. Могучие двойники. Пустите волоски по ветру, и они превратятся в двойников, которые помогут вам в бою. Вау, классная штука. Умение могучих призвать двойников порой повергает в ступор врагов. А я скажу вот что. Простой это трюк. Срезавший путь, ты лишь сделаешь крюк. Я так полагаю, мы пришли в эпицентр. Дом жёлтого ветра. По всей видимости, это главный босс. Ух, сколько здесь песка. Да я тут потонуть могу. О, старичок! Я ж тебя в первой голове видел. Нас ветер гоняет туда и сюда. Слава была, ушла без следа. Что за загадки? Знаки поведали мне, что ты придёшь. Такова судьба. Затем, что сделано, следует то, чему суждено свершиться. Где-то здесь лежит сокровище. Чешулька, упавшая с тела старого царя Луна Фрикидзи, когда ему отрубили голову. Не видел ли ты её на этом хребте, мой юный друг? Нифига я не видел. Если найду, сообщу. А мы идём в эпицентр этого вихря. Хотя нет, что-то мне туда не сипко хочется. Пойду вон туда, в гору сберусь. О, а тут алтарь есть. А это что такое? Ах ты, наглая морда! Какая дерзость! Заточить меня здесь! Это снова ты! Ты победил Яугвая? Я-то да, а ты тут чё делаешь? Это твой дом, что ли? Эй-эй, полегче, не сожги нас тут! Давай-ка ещё чутка поболтаем. Чтобы создавать золотые пилюли, нужно пройти путь самосовершенствования. Что скажешь, смельчак? Ну, сперва покажи, что у тебя есть в магазине. Рецепт отвара долголетия. Значительно увеличивает максимальный запас здоровья. Покупаем. Теперь посмотрим, что изготовить я могу. Небесные лекарства. Различные пилюли, повышающие характеристики. Например, это запас здоровья поднимает. Я же выбрал, чтобы мне подняли защиту. Великое чудо-мироздание. Защита плюс 30. Шикарно. Тут у нас всё закончилось. Там было что-то ещё. Изготовить лекарства. Вот, земные лекарства. Отвар долголетия. Это рецепт, который мы только что купили. Ну всё, прощай, дружок. Да светит твой путь, повелитель Лао, смельчак. Ты спас мне жизнь. Я у тебя в неоплатном долгу. Ты мне хочешь что-то подарить? Вот. Возьми в знак благодарности. Пилюля, что ли, какая-то? Крупица разума. А, так за эту крупицу я могу пилюлю купить. Давай, я это и сделаю. Ингредиенты могут быть любыми. Но я выбираю только редчайшие. И ещё плюс 5 к защите. Ну всё, на этом я с тобой прощаюсь. Теперь можно и в вихрь заглянуть. За мудрецом каждым стоит злодей. Чем выше пик, тем тень его длинней. Мудрец, жёлтый ветер. Неравенство, крупный рассадник смертей. Мне некуда деваться. Как и тебе. Ну, почему же? Я могу в любой момент свалить. А ты далеко зашёл для столь тощего хилика. Сейчас ещё тебе этот хиляк и наваляет. А что за башка у тебя в руках? Нафига она тебе? Нафига у тебя. Мстально. Логий. Сть. эй-эй-эй ты что творишь мне тут нафиг вихри не нужны скотина мы теперь внутри огромного вихря находимся песчаного не зря эту крысу прозвали мудрецом ветров самое интересное у него трезубец типа намек что это песчаный бог повелевающий песком загорелась крыска запахло шашлыком я отступник и меня уже не простят что ж быть посему нападай а это что ты мини смерчи замутил вот это беда у него тут на помощь смерч прибежал и желательно в этот смерч не попадать зараза не смог добивашку сделать да взовет вечер да вонзится вплоть песок не надо ничего вонзать давайте просто дубиной по башке надаю и все мудрец желтый ветер побежден ученик мой какой же ты глупец ты украл заклинание эрланга и реликвию великого мудреца да еще и лишил своего наставника головы и все ради мимолетной власти над мертвой долиной так чувак только не говори что это твоя башка нифига себе ты каких размеров серьезно это твоя голова обалдеть просто а я по ней палкой бил между прочим то ж извини хвала амитбахи я бодхиста валиндзи с горы малая сумеру и надзиратель за этой крысой когда великий мудрец скончался шесть его чувств развелись по миру смертных эта вороватая крыса завладела одним из них однако она была слишком слаба чтобы поглотить силу чувств оттого она и замыслила недоброе я же ни о чем не ведая лишился головы чувству нужен глубокий сосуд в котором силе его не будет тесно я возьму на себя ответственность за то что крыса устроила на хребте твои отвага и рассудительность помогли восстановить порядок лишь ты имеешь право хранить эту реликвию чтобы держать ее пожалуйста береги ее вместо меня и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok